Пришла весна. Из-под сугробов, как первые подснежники, показались бутылки от фанфуриков. Такие, казалось бы, лечебные снадобья, как настойки боярышника, перца или пустырника, россияне умудряются принимать так, что они становятся отравой. До благоразумия населения достучаться не удается, а закон продажу этих спиртовых растворов не ограничивает. Как в подобных условиях приходится бороться с этой практически национальной бедой в нашем сюжете? Серьезно? Конечно. Пошел. Такая делегация городских властей в аптеку заглянула не потому, что у кого-то что-то болит. Их интересует наличие в продаже так называемых фанфуриков. Мы хотим посмотреть у вас. Народный контроль приехал. Первый пункт рейда и сразу удача. Или неудача. Как посмотреть? Под прицелом камеры и пристальным взглядом представителей народного контроля фанфурик среди прочего товара таки отыскался. Им оказалась настойка боярышника объемом 25 миллилитров. Впрочем, пример не показательный. Специалисты утверждают, продажа спиртосодержащих настойок такого объема опасности для общества не представляет. Их если и берут, то действительно в качестве лекарства. Чтобы опьянеть, потребителям этого товара одного маленького пузырька недостаточно. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Другое дело объем 100 миллилитров. Такие флакончики с настойками и просто спиртовым раствором во время рейда тоже удалось добыть. Причем без особого труда. То, что такой товар в городских аптеках можно приобрести свободно, конечно, плохо. Однако привлечь продавцов к ответственности на данный момент невозможно. Мы понимаем, что не только аптеки торгуют данными средствами, препаратами, но и многие другие торговые точки. Но вот пока мы проехались по аптекам и убедились, что в ночное время они именно продают вот такие фанфурики, спиртосодержащие жидкости. И идут приобретать эти фанфурики, в общем-то, довольно молодые люди. Мы против этого. Что можно сделать сегодня, когда на уровне федерального законодательства запрещающих мер нет, ужесточающих мер нет? И пока мы ждем изменения федерального законодательства, нам нужно что-то предпринимать, что-то делать. Поэтому сегодня было совещание со всеми надзирающими органами, а самое главное было с владельцами аптек. Принято решение, чтобы был подписан общественный документ, меморандум, где будет предусмотрена ответственность, в общем-то, владельцев этого бизнеса. То, что они будут все-таки все вместе сообщать, договариваться о общих принятых мерах. Если продавать, то продавать только по определенным критериям. Конечно, меморандумы в отказе от реализации или продажи по определенным нормам – дело добровольное. Но пока законодательство не изменится, ставку придется делать только на совесть и сознательность предпринимателей. Ольга Перочкина, Антон Вовко, Республика.